Здравствуйте! В эфире программа «Личный вклад». Расскажем вам о городских событиях и важных решениях, которые приняли депутаты Думы города. С вами Алла Михайлева. Сегодня в выпуске. Добровольцы, подписавшие контракт на службу в зоне специальной военной операции, получат дополнительную выплату из бюджета города. Такое решение принято депутатами на первом заседании Думы после каникул. Где появятся теплые остановки? В каких дворах будут модернизированы контейнерные площадки? Члены комиссии по городскому хозяйству вернулись к обсуждению актуальных вопросов. Социальная сфера развивается по плану. Итоги государственной итоговой аттестации школьников в городе на хорошем уровне, а школы и сады летом отремонтировали и подготовили к новому учебному году. В среду депутаты собрались на первое заседание после каникул. Все вопросы были отработаны заранее, поэтому Дума прошла слаженно и конструктивно. Главным вопросом повестки Думы стало обсуждение дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключившим контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. Проектом решения предлагается установить новую выплату от муниципалитета. Мы выделяем из местного бюджета денежные средства в размере 150 тысяч рублей, потому что мы считаем, что это очень важно, чтобы люди, которые шли от нашего года, они были защищены. С начала года контракт с Минобороны заключили почти 300 тысяч россиян. В их числе немало югорчан. Только в Нефтьюганске, в Центре социального сопровождения мобилизованных граждан и членов их семей на учете 266 военнослужащих. Из них 169 мобилизованных, 91 контрактник, 6 добровольцев. Инициативу новой выплаты депутаты поддержали единогласно. Уже 1 октября решение Думы вступит в юридическую силу, и эту выплату смогут получить те, кто планирует отправиться в зону специальной военной операции. Коллеги, прошу проголосовать, что за единогласно решение принято. Также на заседании Думы перед депутатским корпусом выступил руководитель городского отдела МВД Максим Корстелев. Он рассказал о том, что в городе снизилась подростковая преступность и стабилизировалась криминогенная ситуация в жилищном секторе. Меньше преступлений совершено на бытовой почве. Вместе с тем, на протяжении последних лет одной из важных задач отдела остается профилактика мошенничеств, в том числе совершенных с помощью информационно-коммуникационных технологий. Их сокращение достичь не удалось. Рост составил 65%. С 95% в прошлом до 157% в первом полугодии этого года. Сложность вызывает расследие данного вида преступлений. Ввиду ежедневного появления новых схем видов мошеннических действий, очевидны тенденции их роста, которые, безусловно, потребуют дополнительных методов этого действия и профилактики. Исполняющая обязанности председателя счетной палаты города Эльмира Хуснулина отчиталась о работе контрольного органа за первое полугодие. В соответствии с бюджетным законодательством ежегодно проводится внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. По результатам было рекомендовано регулярно осуществлять анализ полноты и своевременности поступления арендной платы, проводить работу под взыскание дебиторской задолженности. Депутаты также приняли изменения в один из главных городских документов – генеральный план. Для дальнейшего развития города необходимо было изменить часть функциональных зон. Зоны общественной деловой застройки изменили на жилые. Депутаты дали поручение своевременно получать информацию о любых планирующихся изменениях в документ территориального планирования. На рабочем совещании достигнута договоренность о том, что в дальнейшем все изменения, которые будут носиться в генеральный план, будут представлены не только текстовом формате, но и графическом. Таким образом, члены комиссии депутаты смогут увидеть на карте города, какие объекты будут добавлены в генплан, какие объекты будут из него исключены. Народные избранники активно включились в работу после летнего перерыва и уже готовятся к следующему заседанию Думы. Оно состоится в конце октября. Большой отчет о реализации мероприятий карты развития Югры депутаты заслушали на очередном собрании фракции «Единая Россия». Также обсудили исполнение национальных проектов в городе. Подробнее об этих заседаниях расскажем в следующем выпуске, а пока о том, что обсуждалось на профильных комиссиях. На четыре пункта «Нефтьюганск» поднялся в окружном рейтинге. О результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления шла речь на комиссии по экономическому развитию в Думе города. Она открыла осеннюю сессию после летнего перерыва. На повестке 9 вопросов. Обсудили изменения в перечнях индикаторов риска при нарушениях обязательных требований лесного и земельного контроля, а также в сфере благоустройства и на автомобильном транспорте. Буквально ровно год назад Думы города были приняты по пяти видам контроля данные перечни индикаторов риска. Соответствующие индикаторы риска, они характеризуют соответствие или отклонение от параметров объекта. При этом сами по себе не являются нарушениями обязательных требований. Департамент муниципального имущества отчитался о результатах приватизации за первое полугодие. Общая сумма доходов, полученных от продажи объектов, составила более 4 миллионов рублей. Это 66% от планового показателя. В соответствии с решением Думы нефтьюгансков, прогнозный план приватизации на текущий год включены 13 объектов муниципальной собственности. В отношении 8 аукционы не состоялись, отсутствовали заявки на участие. Принято решение повторно провести торги. Также депутаты рассмотрели проект прогнозного плана приватизации на 2024 год. Предлагаем включить в прогнозный план приватизации имущества муниципального образования город Нефтьюганск на 2024 год 11 объектов муниципальной собственности. Подробно остановились на результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления за прошлый год. Нефтьюганск занял 18-ю строчку рейтинга муниципальных образований Югры. Предыдущие два года город был на 22-м месте. Комплексная оценка проведена на основании 13 сводных показателей. Положительная динамика зафиксирована по результатам оценки 6 показателей. 5 значений показателей сохранили позиции на уровне 2021 года. Значение двух показателей демонстрирует отрицательную динамику. Уровень удовлетворенности населения и деятельности органов местного самоуправления повысилось с 26,6 до 48,2%. При этом рейтинговая позиция выросла с 21-го до 5-го места. За 22-й год лидерские позиции города Нефтьюганск существенно выросли. Причем депутатами было отмечено, что это не на 1-2 пункта, а в ряде позиций на 8-10 пунктов, о чем свидетельствует правильное направление, правильный темп работы и депутатского корпуса, и муниципального образования. Результаты итоговой аттестации выпускников, школьные ремонты и другие вопросы социальной сферы обсудили на профильной комиссии. Этой весной из школ нашего города выпустилось более 600 11-ти классников. Из них всего 5 человек были отправлены на пересдачу единого госэкзамена. Но гораздо больше, 67, показали блестящий результат в 90 и более баллов. Также в этом году был отмечен рост тестового балла по биологии и географии. Стабильный результат сохранился по информатике, физике и химии. Отмечается снижение среднего тестового балла по русскому языку, истории, литературе, общества, знания. Основной период проведения государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования в 2023 году проведен в соответствии с требованиями, нарушения не выявлено. Накануне нового учебного года по необходимости был проведен ремонт в образовательных учреждениях. В школах и садах по плану меняли инженерные сети, ремонтировали системы водоотведения, чинили кровли и делали отмостки. Важно было выполнить все работы в срок, чтобы 1 сентября ничто не мешало отметить День знаний. Проведены капитальные и текущие ремонты, благоустройство территории, поставка и монтаж, модернизация необходимого оборудования. В полном объеме образовательная организация обеспечена мебелью, учебным оборудованием, оборудованием для медицинских кабинетов, пищеблоков и спортивных залов. Также депутаты проголосовали за награждение педагогов основного и дополнительного образования почетными грамотами Думы города. Их вручат к профессиональному празднику – Дню Учителя. Тем временем народные избранники готовят видеопоздравления педагогам. Ради этого они посидели за школьными партами, запустили бумажные самолетики, порисовали мелом на доске и вспомнили свои школьные годы. Ролик выйдет в эфир 5 октября, а пока у нас с вами есть возможность немного заглянуть в закулисье. Малышей не обижать, учат в школе, учат в школе. Ролик выйдет в школу. Вернемся к городским вопросам. Теплые остановки, модернизация контейнерных площадок во дворах и ливневая канализация. Это и многое другое депутаты обсудили на заседании комиссии по городскому хозяйству. В этом году в Нефтьюганске стартовал сбор отходов по двухконтейнерной системе. Отдельно для влажных и сухих отходов были установлены серые и синие баки. На первом этапе установка прошла в шести микрорайонах города, дальше – больше. В этот переходный период размещены контейнеры объемом 0,66, 1,1 метров кубических в первом, втором, третьем, пятом, шестом, седьмом, восьмом, восьмом, девятом, 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 десятом, 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 а одиннадцатом микрорайонах города. Работа по инвентаризации контейнерных площадок на территории города проведена масштабная. 165 из них приняты в муниципальную собственность. А в рамках программы инициативного бюджетирования в мае были модернизированы еще семь контейнерных площадок. В девятом микрорайоне города первая, третий, пятый дом, вторая, четырнадцатый, третья, семнадцатый, четвертая, двенадцатый, пятый, восемнадцатый, шестнадцатый, двенадцатый, седьмой, двадцать пятого дома. На общую сумму – один миллион триста восемьдесят четыре тысячи. Также специалисты департамента ЖКХ рассказали депутатам про установку теплых остановок в городе, оснащенных световым табло. В мае был заключен муниципальный контракт на приобретение двух таких комплексов. Их планируется установить около образовательных организаций. На текущий момент нарушены сроки поставки, работа выполняется. Кроме этого, также планируется предвести еще трест научного комплекса, который будет оборудованный световым табло, также снаружи. Одним из проблемных вопросов в Нефтьюганске является отсутствие единой централизованной системы водоотведения. Большая часть объектов ливневой канализации построены, введена в эксплуатацию в восьмидесятых годах. На данный момент в администрации города разработана дорожная карта. Первым этапом, который утверждение проекта внести не изменение в генеральный план. Второй этап – работа по созданию частных сооружений ливневой канализации. Третий этап – работа по обследованию существующих объектов ливневой канализации. И завершающий этап, четвертый – работа по созданию централизованной ливневой системы канализации. Депутат Ильшат Гумеров на своей странице ВКонтакте сообщил, что на этой неделе начались работы по озеленению 15 микрорайона. Там появится живая изгородь из кустов акации вдоль улицы Нефтяников в районе многоквартирных домов номер 8, 14 и 15. Подробности об озеленении данного участка расскажем в следующем выпуске. Тем временем доход муниципалитета в первом полугодии вырос на 2,5 миллиарда рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно на комиссии по бюджету и местным налогам. Сумма доходов городской казны за первое полугодие 2023-го выросла и составила более 7 миллиардов рублей. Финансы поступали из регионального бюджета и благодаря налоговым платежам. Наибольший удельный вес в общей сумме налоговых доходов, как всегда, составляет налог на доходы физических лиц. Поступление по которому составило 1,584 миллиона рублей. Кассовый план за первое полугодие исполнен на 115%. Неотъемлемой частью пополнения городской казны остаются и неналоговые доходы. Основная сумма поступила в бюджет от использования городского имущества, что составило 73% от общего показателя. Неналоговые доходы исполнены в сумме 292 миллиона рублей. Также кассовое исполнение за первое полугодие 2023-го года выполнено на 107%. Вместе с тем расходы бюджета также увеличились. Они пошли на ремонт муниципальных помещений, автомобильных дорог, ремонт и строительство социальных объектов, снос ветхого жилья. Средства резервного фонда администрации города запланированы в сумме 41 миллионов рублей. В первонавчальном плане данные средства планировались в размере 5 миллионов рублей. Затем прошло увеличение резервного фонда на 65 миллионов рублей. И в отчетном периоде выделены расходы на сумму 28,8 миллионов рублей. Расходная часть бюджета в первом полугодии составила 7 миллиардов 632 миллиона рублей. Бюджет города по-прежнему сохраняет свою социальную направленность. На образование, культуру, здравоохранение, спорт и социальную политику было выделено 45% бюджетных средств. Расходы городской казны на текущий год также, как и раньше, имеют программную структуру. Ее основу составляют 15 муниципальных программ, охватывающих все сферы деятельности нефтеюганска. На их реализацию в первом полугодии было направлено чуть более 7,5 миллиардов рублей. В октябре депутаты планируют заслушать информацию об исполнении каждой муниципальной программы по итогам 9 месяцев текущего года. Напомним, если у вас есть вопросы или предложения к депутатам, можно записаться на личный прием. Телефоны 510-393 и 220-504. Информация о том, кто депутат на вашем избирательном округе, размещена на официальном сайте администрации и думы в разделе «Депутаты». Избирательный округ номер 1. Депутат Родионов Алексей Николаевич. В границах округа часть 1-го микрорайона, 11-й В, СУ-62 и жилые городки промышленной зоны. Депутат Носановский Константин Борисович. Избирательный округ номер 2. В округ входит часть домов 1-го, 2-го, 5-го микрорайонов, а также весь 4-й микрорайон. Депутат по избирательному округу номер 3. Мариничев Александр Владимирович. В границах округа часть 2-го и 16-го микрорайонов, а также 2-й А микрорайон. В сентябре председатель Думы города Марат Менигулов принял участие в очередном заседании Координационного совета представительных органов местного самоуправления муниципальных образований и Думы Югры. Оно прошло в Березовском районе. Участниками были рассмотрены вопросы создания благоприятной культурной среды и обеспечения доступности услуг в сфере культуры для жителей отдаленных поселений округа. А также правовые аспекты, связанные с присвоением званий ветеран труда Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа Югры. К другим темам. 135 коробок добра и 139 посылок солдату отправились в гуманитарный добровольческий корпус Югры. Активное участие в сборе груза регулярно принимают депутаты, сотрудники аппарата Думы, администрации и подведомственных учреждений города, а также предприниматели и представители общественных организаций «Тепло из дома» и «Тепло для солдата ЗЭД». Сбор продовольствия и необходимых вещей ведется на базе Центра молодежных инициатив в Добровольческом центре «Сердце Югры» – 3 микрорайон Строения 22. Ближайшая погрузка гуманитарной помощи запланирована на 8 октября. Если у вас есть вопросы, позвоните по телефону 8 982 560 88 56. Он сейчас на ваших экранах. И станьте частью добровольческой команды. На сегодня это вся информация. Вы смотрели программу «Личный вклад». С вами была Алла Михалева. Хорошего вам настроения. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова